Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы снова на моем канале YouTube. Итак, здесь я рассказываю о всем то, что интересует современную девушку и что я опробую на себе и что мне конкретно подходит. Так вот, много раз я рассказывала о том, что я расслабляюсь, люблю расслабляться и скоро выйдет новое видео о том, что я выкинула в феврале и о том, куда я одеваю все это добро брахло. А сегодня я хочу рассказать о том, что я пропала, наверное, из YouTube на неделю на три, потому что у меня была жуткая перетренированность, я убила себя на тренировках и из-за стрессов на работе, во-первых, у меня лопнул сосуд на глазу, он уже практически прошел, но есть видео на канале, где я подробно про это рассказываю, ссылку оставлю внизу в описании. И, в общем, я решила себя поберечь и не записывала видео, не тренировалась, в общем, лентяйничала. Ела набрала три килограмма. О, ужас! Теперь нужно как-то их сбросить. Так вот, я сейчас начала марафон. Это такая смесь, скажем так, магии утра, знаменитой книжки, женских практик. И хочу поделиться с вами впечатлениями. На первом уроке марафона нужно было... Ну и сейчас что я делаю? Это замедляюсь. То есть в Москве ритм жизни такой высокий, быстрый и насыщенный, что мы бежим, иногда не понимаем вообще, что мы делаем и зачем, и делаем всё просто на автомате. А в этом марафоне как раз нужно замедляться, всё делать медленно и представлять себя черепашкой. Скажу честно, сегодня первый день, и для меня это странно, потому что я, ну, реально я себя торможу во всех местах. Стараюсь считать медленно, там, раз, Миссисипи, два, Миссисипи, три, Миссисипи. И делать всё максимально медленно. Поэтому, если вы понимаете, что вы слишком бежите, попробуйте тоже очень, очень интересный такой опыт. Не знаю, к чему приведёт, поделюсь в одном из следующих видео. Второе задание – это расхламить свой бельевой гардероб. И предлагается начать с трусов, потому что срок жизни одних трусов год, а некоторые говорят, что и полгода. Ну, это, видимо, если носить одни трусы, не снимая каждый день, потому что у них растянется в таком случае, растянутся все резиночки, появятся какие-то непонятные, как это там, резиночки, которые, ну, трусы, если они стрейчевые, не просто хэбэ непонятные. У них эластан есть, вот этот эластан, он тоже выскакивает. В общем, нужно было расхламить трусы, выкинуть до пяти пар. У меня, как выяснилось, практически все трусы свежие. И, в общем, я выкинула только две пары. Но странно, как они вообще у меня еще остались, потому что в одном экземпляре этих трусов на ластовице были какие-то дырочки, как будто их кто-то поел. Я нашла их в недрах своего шкафа. А второй экземпляр был в каких-то уже непонятных, не отстирывающихся темных пятнах. В общем, я их тоже выкинула. На самом деле, очень странно себе в этом признаваться, как я смогла найти и оставить в какие-то предыдущие разы в своем шкафу такие экземпляры, когда я раз в три месяца точно расхламляюсь. Откуда все это берется, я честно не понимаю. В общем, еще одно задание было — это удалить 10 подписок, 10 человек в своих социальных сетях. Для меня это было таких людей, с которыми мы в реальности не общаемся. То есть они в друзьях висят где-нибудь на Фейсбук, но по факту они не существуют. Так вот, у меня был опыт, когда на одной из работ нам говорили, вы сейчас будете все блогерами, поэтому всем обязательно сделать 5000, чтобы у вас было друзей в Фейсбук. Максимум невозможно, там дальше уже подписчики набираются, а не друзья. Так вот, я тоже стремилась в какой-то момент к этому званию, скажем так, блогер внутренний и пыталась набрать себе 5000 друзей. И добавляла просто всех подряд. Так вот, я уже сколько? Год пытаюсь разгрести. Надо сказать, что я не сажусь в один присест за тем, чтобы вычистить всех друзей, потихонечку непонятных, неизвестных мне персонажей и каких-нибудь Авата Кедавра удаляю. Так вот, я как раз начала с Фейсбук и подчистила там даже не 10, а больше. И то же самое я проделала со своей телефонной книжкой, потому что очень много каких-то непонятных имен. Я даже не понимаю, откуда они взялись, что эти именно записи значат. В общем, я всё это удалила. И ещё одно важное занятие для того, чтобы… Не занятие, а задание в марафоне, чтобы, скажем так, набраться энергии и восстановить силы, это с утра посвящать время себе от получаса до часа, кто сколько может начинать с этого момента, и не залезать в соцсети. То есть телефон брать в руки максимум, чтобы выключить будильник, и включить себе какую-то музыку заряжающуюся, и это время посвятить себе. Собственно, я уже где-то месяца два или три практикую похожую историю. Правда, я не захожу в рабочие чаты, потому что примерно полгода-восемь месяцев я работала 24 на 7, засыпалась телефоном с рабочим в руках, просыпалась также с телефоном. Это было очень тяжело, поэтому я сейчас встаю от будильника, тут же включаю режим «Не беспокоить», но всё-таки залезаю в соцсети, что-то там потупить по развлечениям у меня такое. Сегодня я попробовала выключить эту опцию, и мне очень понравилось, так что буду стараться практиковать. И посмотрим, что из этого выйдет примерно через месяц такой практики. Надеюсь, что физическое своё состояние я восстановила, ментальное практически тоже вошло уже в норму, и я способна что-то творить, вытворять и генерить какой-то креатив. И вот начала опять записывать видео на YouTube. И надеюсь, что этот марафон поможет мне и дальше набраться энергии, наполниться вот этой энергетической силой, чтобы иметь возможность какой-то креатив, какой-то контент воспроизводить и радовать своих подписчиков, своих зрителей этим контентом. Ну что ж, на сегодня это всё. Коротенькое такое видео. Следующие этапы марафона я тоже обязательно расскажу, покажу. И финальное видео по итогам, какие у меня впечатления от марафона, тоже с вами поделюсь. Потому что я уже не первый раз прохожу подобного рода марафон, их делают многие блогеры, и он заряжает. Потому что когда ты сам, скажем так, устал, у тебя нет сил ни на что, тебе нужен какой-то внешний рычаг, который будет просто говорить тебе, что нужно делать. Ты это будешь просто делать и потихонечку вытаскивать себя из этого унылого состояния в состоянии какашки. У меня был опыт, когда я проходила марафон женственности, и как-то он помог мне больше прочувствовать себя, полюбить себя. Был марафон как раз про энергетические практики. Он тоже в один момент, когда я болела, он меня поднял, скажем так, морально на ноги. И вот сейчас опять я там убила себя, убила своё эмоциональное состояние постоянными перегрузками. И сейчас вот точно так же восстанавливаю себя путём марафона. Да, нужно, наверное, в первую очередь научиться не доводить себя до такого состояния, но это следующий этап прокачки себя, развития себя. Пока вот я на этапе, когда надо научиться себя восстанавливать. Ну, на этом заканчиваю. Всем хорошего дня. С вами была Анна Кафырина. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok